Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Фёдоров. Коротко о главных темах. Коммунальным проблемам конец. Трещины в потолках, взрывающиеся печки, полное отсутствие воды теперь в прошлом. Семьи из Кенеля получили ключи от новых квартир. Выявить заболевания на самых ранних стадиях. В Самаре подвели итоги всероссийской акции «Онкопатруль». О результатах массовых осмотров расскажем. Резиденция Деда Мороза есть. Терем Снегурочки тоже. Теперь в Самаре появится и свой ледяной дворец. К Новому году на склоне Площади Славы развернется иллюминация, какой город еще не видел. 1 миллион 850 тысяч тонн зерна и почти миллион тонн подсолнуха. Самарская область даже перевыполнила задачи, поставленные федеральным центром. Предварительные итоги аграрного года подвели сегодня в Москве на встрече губернатора Дмитрия Азарова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Как отметил глава региона, рост показателей есть и по овощам, мясу, молоку. Достигнута договоренность с инвестором и о строительстве трех ферм. В общей сложности на 10,5 тысяч голов дойного стада. Животноводству в области сейчас уделяется особое внимание. Пока регион обеспечивает себя молоком лишь на 50%. Это при том, что потребности только растут. Например, завод по производству молочных продуктов готов увеличить объемы, но для этого необходимо сырье. Производство молока у нас это один из приоритетов в сегодняшний день. Поэтому все меры господдержки, которые у нас представлены, я думаю, что вы на них можете рассчитывать. Готовьте соответствующий проект, обращайтесь, рассмотрим и по молоку, конечно, поддержим. Будут поддержаны и самарские компании по производству сельхозтехники. Этому вопросу на встрече уделили большое внимание. Предприятия поставляют машины не только по России, но и за рубеж. Речь шла и о печально знаменитой сергиевской птицефабрике. Ее начали строить в 2013 году, однако при глобальном финансировании, это миллиарды рублей, она так и не заработала. У нас есть, к сожалению, начатый, не очень просчитанный в свое время проект по строительству птицефабрики. Сегодня мы достигли предварительной договоренности, что в случае реализации проекта, меры поддержки федеральной будут оказаны. Задача, уже исходя из этой диспозиции, конечно, поиска инвесторов, работа эта идет. Мы надеемся, что вот эти договоренности будут способствовать тому, что инвестор будет найден и проект будет реализован. Мы рады отметить то, что поддержка Самарской области со стороны Министерства сельского хозяйства сегодня есть. И, в общем-то, она беспрецедентна. Немаловажный вопрос – поддержка не только отрасли, но и в целом районов. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» более миллиарда рублей будет направлено на предоставление социальных выплат и льготных ипотечных кредитов на строительство и приобретение жилья в сельской местности, развитие газификации, водоснабжения, дорожной инфраструктуры. То есть на улучшение условий жизни людей. Ожидается, что только в 2020 году будет реализовано 600 проектов благоустройства. Это только начало. Программа рассчитана до 2025 года. Большая помощь будет оказана и в рамках национальных проектов, инициированных Владимиром Путиным. Благодаря им в ряде сел уже построены современные ФАПы, детские сады и спортплощадки, приведены в порядок сквиры. Когда завтра уже выходить в поле, а банки долго смотрят свысока. В Самаре обсудили перспективы лизинга сельхозтехники. Сейчас к этому финансовому инструменту самое повышенное внимание со стороны федеральной власти. Льготные условия получения плюс субсидия по ставкам – такая мера призвана помочь и производителям техники, и самим аграриям. Оценки экспертов в нашем материале. Современная техника обходится аграрием в копеечку. Свободных средств, как правило, нет, а банковский кредит может съесть всю субсидию на покупку. Но путь к новому трактору или комбайну не так уж и тернист. Взять плевого помощника в рассрочку без аванса и залога позволяет лизинг. Самарский завод Евротехника с самого основания предоставляет по этой услуге прицепную технику марки Амазоне. Сеялки для точного сева, опрыскиватели, спрос на сложные машины только растет. В этом году поставки по федеральной системе лизинга выросли в 2,5 раза к уровню прошлого года. Во многом благодаря новым форматам в работе государственного оператора. «Росэгрэзинг» для нас становится единым окном, через которого мы оформляем все наши поставки. То есть единые стандартные требования поставки. Тебе не нужно с каждым клиентом согласовывать индивидуальные условия. Государственные лизинговые компании мы встречаем первый раз, и не встречались с банками. Это чтобы как в автомобильной индустрии у дилера будет находиться офис, который на месте может от имени лизинговой компании получить от него весь пакет документов, оформить с ним все основные договора. Лизинг позволил сделать более доступны для аграриев и технику завода «Пегас Агра». Универсальные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели ежегодно улучшают свой конструктив, растет надежность и интеллектуальность систем. География продаж знаменитых туманов расширяется, в том числе из-за понятной и удобной лизинговой системы. В этом году мы вывели на рынок новую машину, у нее была мировая премьера на Гануверской выставке. Это самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3». И вот здесь как бы сработала абсолютно, как бы сказать, вот четко наша совместная команда с «Росагролизингом», потому что уже в середине декабря эта новая машина сможет быть приобретена по программам «Росагролизинга». Механизм лизинга должен дать долгосрочный эффект модернизации отечественного АПК. Для ускорения процесса обновления технопарка, как холдингов, так и мелких фермеров, «Росагролизинг» создал несколько программ. Аванс 0%, удорожание от 3% и срок лизинга до 7 лет. Также у нас есть отдельная программа «Акор». Это специальная программа для членов фермерской ассоциации «Акор», которая дает возможность отсрочки первоначального платежа. В этом году «Самарские аграрии» закупили сельхозтехники почти на 4 миллиарда рублей. Пятая часть пришла на лизинговые услуги. Хозяйство ощутили преимущество – лизинг снижает налоги и повышает энергообеспеченность. Кто уже не выбирает, что это большой агрохолзинг или это небольшой фермер, этот трактор на таких же условиях покупается. И вот это как раз, наверное, и приводит к тому, что идет повышение именно вот этой, так сказать, количества этой приобретаемой техники именно по системе лизинга вообще. Приобрести на условиях льготной рассрочки можно не только полевых помощников. Лизинг активно завоевывает отрасль животноводства. Например, компания «Худленд Трейд» предлагает с помощью такого инструмента укомплектовать хозяйство региона высокопродуктивным молочным поголовьем, дающим молоко с повышенной энергетической ценностью, что очень важно с точки зрения быстрой окупаемости проектов. Поставку буренок самой современной североевропейской генетики – уникальный шанс повысить рентабельность хозяйства и создать экспортный потенциал по поставкам сыра и масла. А лизинг как раз даст под это финансовую систему. Как раз для того, чтобы фермер мог найти финансовые ресурсы, причем финансовые ресурсы недорогие, которые способны окупить удорожание, как раз для этого лизинг является чрезвычайно эффективным и удобным инструментом. И здесь как раз, я думаю, что у нас сегодня родилась отличная идея в отношении АКОРа, для того, чтобы наше сотрудничество с Росоградизингом и в отношении Самарской области в том числе, оно вышло на новый этап. Кроме того, сейчас разработан сезонный график платежей, чтобы аграрий мог оплатить постфактум, когда техника уже принесет первые выгоды. Сергей Павлов, Сергей Костин, Новости губернии. Тысячи спасенных жизней, десятки предотвращенных происшествий. В правительстве Самарской области подвели итоги работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций в Приволжском федеральном округе. В целом, год прошел относительно спокойно. В весенний паводок чуть подтопило всего пять домов, при этом эвакуации людей не потребовалось. В Самарском регионе на водных объектах число инцидентов снижено почти на 21%. Серьезных лесных пожаров также не фиксировалось. Что касается возгораний, в населенных пунктах огнем уничтожено пять домов. Все они нежилые. В борьбе с огненной стихией в губернии уделяется большое внимание. Крупное пожарное депо построено у стадиона Самара-Арена. Такое же скоро откроется в Южном городе. Отдельная пожарная часть заступила на дежурство в особой экономической зоне Тольятти. Активно развивается работа добровольных пожарных команд. И мы ведем также большую работу по профилактике возникновения лесных пожаров. Тратим на это значительные средства из регионального бюджета. Около 100 миллионов рублей только в текущем году. Обновляем лесопожарную технику. Внедряем современные системы видеомониторинга. Это уже четвертое общее заседание в этом году. Кроме отчетов, представители различных субъектов округа делятся здесь опытом и обсуждают механизмы более эффективного взаимодействия. Вопросы обеспечения безопасности стоят у полномочных представителей на зону контроля. Мы работаем в одном плотном коллективе. И всегда, даже не только в субъекте, но и между субъектами готовы прийти друг к другу на помощь, не дожидаясь даже звонков с Национальным центром управления близких ситуаций. Сегодня исполняется 78 лет со дня начала контрнаступления под Москвой 1941 года. Это знаковая битва, в результате которой стало окончательно ясно. Фашистский блицкрик сорван. Почтить память павших в боях за столицу. На площади славы в Самаре собрались ветераны, участники военно-патриотических клубов и просто неравнодушные горожане. Они возложили цветы к вечному огню и горельефу, скорбящей матери Родине. К концу 1941 года группа армии «Центр» фашистов насчитывала 1,8 млн бойцов. От Красной армии, Советской армии 1,3 млн. Вы представляете, какие бои шли под Москвой? И вот в результате контрнаступления с 5 декабря немцы были отброшены на 200 км от Москвы. Для меня патриотизм – это вера в свою страну, это вера в то, что ты можешь что-то сделать для нее. Я хочу отдать дань тем людям, которые погибли, которые сражались за нас, которые хотели также помочь, а не привыкли чувства патриотизма. Битва под Москвой имела не только огромное военное значение, но и политическое. Победа Красной армии еще больше сплотила антигитлеровскую коалицию и заставила правительство Японии и Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии. Сейчас в Самаре живут 13 участников трагических событий осени-зимы 1941 года. Они выступили в школах города и рассказали о героическом подвиге советского народа. Отсутствие воды, потрескавшиеся потолки и небезопасные печи. Коммунальные проблемы для жителей аварийных домов Кенеля закончились. Семь семей получили ключи от новых квартир. Такая возможность появилась благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Как нынешним новоселам приходилось выживать ранее? Владимир Маркин узнал подробнее. Коммунальная каторга, которая затянулась на долгие годы. Любовь Ивановна Менялова живет с племянником в доме номер 3 по улице Северной еще с 70-х. Говорит, с тех пор краска на стенах облупилась. По потолку угрожающей побежали трещины. Воды и в помине не было. За ней нужно идти к колонке. Электричество с перебоями. Квартира отапливалась печами. По словам жильцов, нагревательные устройства отнюдь небезопасны. Они все взорвались с печки. Потому что и дымоход не работает, ничего не работает. Момента, когда все наконец изменится, ждали с нетерпением. Дом признали аварийным в 2012-м. В этом году семья сможет забыть о, мягко говоря, непригодных условиях проживания. Любовь Ивановне с племянником вручили ключи от новой квартиры. Распорядительница хозяйства. Всего обладателями новой жилплощади в Кенеле стали семь семей. Руку помощи протянули благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным. Остальные квартиры будут расселяться уже в новое строительство. Площадка определена, предоставлен земельный участок, разрабатывается проектно-сметная документация. Земельный участок, на котором располагаются сейчас два наших аварийных дома, после их расселения и сноса, она будет использоваться для дальнейшего расселения. Нацпроект реализуется в шесть этапов. В 2019-м идет первый, в котором принимают участие 13 муниципальных образований Самарской области. На вторичном рынке жилья приобретены жилые помещения, сделан капитальный ремонт этих жилых помещений. Поэтому в данном случае люди ничего не потеряли, если бы они приезжали бы во вновь построенное жилье, либо, как сейчас, уже в обжитый жилой дом. Любовь Ивановна с племянником впервые переступили порог своей уютной квартиры. Три комнаты, кухня, санузел, две лоджии. Об этом, признается, счастливая семья. Раньше только мечтали. Это просто чудо. Мебель уже закуплена. Вот выходные, переезд. Ну вот будем переезжать, все заставим, все сделаем. В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках первого этапа планируют расселить порядка полутора тысяч граждан. Владимир Маркин, Роман Апарин, Новости губернии. «Онкопатруль» в действии. В Самаре в течение двух дней на наличие раковых заболеваний проверяли работников вредного производства. Обследования проводились в рамках всероссийской акции «Онкопатруль». Организатор – Национальный медицинский исследовательский центр радиологии при поддержке Совета Федерации. Итоги патрулирования в материале Дарьи Зотовой. Пройти обследование и узнать свой онкостатус. Более двухсот работников вредного производства приняли участие в акции «Онкопатруль». Цель – выявить заболевание на ранних стадиях, чтобы дальнейшее лечение было максимально эффективным. И в процессе обследования уже выявили пациенты с подозрением на онкологическое заболевание. И можно сказать, что этим пациентам повезло. Если бы этой акции не было, это, возможно, были бы совершенно другие уже стадии заболевания. Подозрения на наличие заболевания нашли у пяти самарцев. Теперь им предстоит сдать еще несколько анализов, чтобы исключить возможные ошибки. Самарская область стала седьмым по счету регионным участником «Онкопатруля». Учитывая то, что онкопатрулирование проводится на крупных предприятиях, то мы возвращаемся в некоторую степень к цеховому подходу здравоохранения, который в свое время имел большой успех. Самое главное – внимание к своему здоровью на рабочих местах. Проводятся такие крупные просветительские мероприятия. И когда встал вопрос о проведении такой акции в Самарской области, эта инициатива была поддержана губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Онкологическая служба в регионе – тема, не остающаяся без внимания. Уже сейчас переоснащаются отделения Самарского онкодиспансера. Там появились новые аппараты искусственной вентиляции легких. До конца года будет закуплено 118 единиц оборудования. Помимо этого, в планах открытие 12 центров амбулаторной помощи до 2024 года. Все в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Это одно из важнейших направлений нацпроекта здравоохранения. Он инициирован президентом России Владимиром Путиным. В ближайшие два года проект «Онкопатруль» должен охватить все регионы России. Дарья Зотова, Александр Каракулько, Новости губернии. Вузы и СУЗы вступили в борьбу за абитуриентов. В Самаре открылась 10-я юбилейная выставка «Образование, наука, бизнес». Три дня на площадке выставочного комплекса «Экспо-Волга» можно познакомиться с учебными заведениями не только нашего региона, а школьникам, которые еще не выбрали будущую профессию, пройти профориентацию. Мария Шпакова расскажет подробнее. Ксения Борщ весной заканчивает 9 класс и после экзаменов. Следующим летом планирует поступать в колледж. На выставку «Образование, наука, бизнес» девушка пришла целенаправленно – узнать подробнее о выбранном заведении. Попутно прошла и тест на профориентацию, хотя с будущей профессией точно определилась. Я знаю точно, я буду юристом, как и мои родители. Мне захотелось пройти тест и узнать свои некоторые качества, смогу ли я быть лидером. Мы уже с родителями поговорили и уже решили, куда я поступлю. Для тех, кто еще не знает, какую сферу выбрать, работает зона профориентации. За несколько минут школьники определяют свои сильные качества и узнают, какие профессии им подходят. Дальше дело уже вузов и СУЗов, которые представлены на выставке. Выбрать есть из чего. На одной площадке представлены более 70 участников, включая ведущие вузы страны. Вузы из наших федеральных городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также наших соседей, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, ряда других городов, с удовольствием и с интересом приезжают на выставку, потому что наши самарские абитуриенты, их качество подготовки интересно. Образование, наука, бизнес – это не просто трехдневная экспозиция учебных заведений. В деловой программе мастер-классы, ток-шоу, общешкольное родительское собрание, лекции и молодежный бизнес-форум. Мария Шпакова, Владимир Терентьев, Новости губерния. Умники Самарской области получат гранты в полмиллиона рублей. В технопарке «Жигулевская долина» подведены итоги регионального финала конкурса «Умник», который проводит фонд содействия инновациям. Грант выдается на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С какими разработками вышли на конкурс участники – в следующем репортаже. Цифровые и химические технологии, ресурсы, сберегающие энергетика. Неполный список направлений, в которых двигаются молодые ученые. Разработки Артема Шмидта уже пользуются спросом в России и Беларуси. А мы на данный момент берем именно, хотим заниматься протезированием верхней конечности. То есть не останавливаться на только пальцах, а заниматься непосредственно кистями от запястья, от локтевого сустава и так далее. В этом году на программу «Умник» по Самарской области было подано более 200 заявок, 70 из которых вышли на этап финального отбора. Каждая разработка решает какую-либо научно-техническую проблему. Посуду из отходов мукомольного производства после использования можно скормить животным или просто оставить на месте пикника. При разложении она действует так же, как удобрение, так же, как перегной. Не вредит ни природе, ни экологии, а наоборот удобряет. Также рассматривались результаты работы победителя конкурса «Умник» прошлого года, который сейчас переходит на второй этап реализации своего инновационного проекта. Никита Казарин защитил свою идею и получил первую часть гранта – 200 тысяч рублей. Его разработка – дентальная навигационная система, которая помогает врачу-стоматологу во время имплантации. Сейчас мы планируем выйти на второй год финансирования и уже собрать полноценный пилотный прототип, который мы уже отправим на регистрацию. 18 проектов финалистов получат грант на реализацию. Еще 6 составит резерв. «Умник» проводится при поддержке Минэкономразвития и инвестиций Самарской области. Программа способствует успешной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка предпринимательской инициативы. Он осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Безусловно, будет развиваться процесс дальше, будут появляться новые программы и будут появляться, что для нас отрадно, новые победители. Потому что Самарская область на сегодня достаточно неплохо смотрится на фоне федерации. Мы, я думаю, по итогам 2019 года войдем в топ-10 регионов по привлечению поддержки со стороны государства. Точный список победителей станет известен в начале следующего года. Игорь Романов, Сергей Богатюк, Новости губернии. Сегодня во всем мире отмечается Международный день добровольца. Среди жителей Самарской области есть тысячи тех, кто каждый день бескорыстно совершает добрые дела. С праздником их поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Цитата. «Хочу сказать огромное спасибо каждому волонтеру Самарской области. Мы искренне гордимся вами. Отдельные слова благодарности я адресую добровольцам серебряного возраста, отдавая свои силы и время добрым делам. Вы не только помогаете людям, но и показываете отличный пример молодежи. Вместе мы сможем больше». Конец цитаты. По всей области проходит награждение самых активных волонтеров этого года. На торжественной церемонии в поселении Петра Дубрава присутствовал наш корреспондент Андрей Фадеев. Сегодня здесь собрались самые активные добровольцы Волжского района. Иван Михеев и его друзья – кураторы детского центра. Вместе они ездили в пансионат к детям больным онкологией, где каждому ребенку подарили незабываемые позитивные эмоции. «Каждый человек в своей жизни должен достичь какой-то определенной моральной точки или эмоциональной, не знаю, какой-то возвышенности в себе. И получать от этого удовольствие и помогать людям просто дарить эмоции свои бескорестно». Иван и другие добровольцы не занимаются этим ради признания или награды. Их искренне радует сам факт помощи людям. Ни у кого из них нет предела или конкретной цели, после которой можно оставить волонтерскую деятельность. «Просто помочь – это без проблем, это вообще ничего не стоит. Но когда человек действительно говорит тебе спасибо, или ты ему улыбнулся, ему стало лучше, это невероятно, это непередаемое ощущение, которое нужно испытать всем, я думаю». Среди участников оказались представители не только младшего поколения. Многие из тех, кто жил в советское время, носили звание тимуровцев. Для них бескорыстная помощь другим – совершенно обычное дело. Таких людей называют «серебряными волонтерами». И своей деятельностью они, кроме прочего, показывают пример молодым людям. «Конечно, надежды в волонтерстве возлагаются на молодое поколение. Но никоим образом мы не можем отрицать опыт старшего поколения. Огромный волонтерский опыт России и Советского Союза. И вот эта передача опыта, она бесценна. Потому что наши старшие кураторы, они своим примером вдохновляют сегодня молодежь». Участники церемонии также посмотрели фильм о волонтерстве. Из него они узнали о формах добровольческой деятельности и познакомились с историями некоторых волонтеров страны. Андрей Фазеев, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Склон у площади Славы в Самаре к Новому году превратят в ледяной дворец. Территория преобразится благодаря во многом уникальному каскаду светодинамических фонтанов. Когда заработает городская новинка, сколько электроэнергии она ест и насколько сложен монтаж гигантской конструкции, расскажет Кирилл Козин. Светодинамический фонтан – штука сложная. На склоне площади Славы рабочие трудятся уже три дня. Однако кардинальных изменений в облике территории пока не происходит. Установка совершенно новой для города иллюминации. Займет целую неделю. Необходимо подвести электричество, смонтировать объект и все основательно проверить. «Конструкция тяжелая, а в остальном, в принципе, больно-то ничего больше такого сложного. То, что все тяжелое будет. Интересно, конечно, как это будет все выглядеть. Поскорее бы зажать это все, посмотреть, как все это будет гореть». Как будет выглядеть склон вечером, пока можно узнать только по фотографиям и проектным моделям. Рабочие уверены, объект сможет поразить жителей и гостей Самары. Эта светодиодная конструкция – одна из самых больших, которые когда-либо возводили в городе. Длина более 200 метров, ширина 10, масса порядка 4 тонн. При этом, несмотря на внушительные габариты, инсталляция энергоэффективна. Потребляемая мощность до 400 ватт. Это можно сравнить с несколькими домашними лампочками накаливания. «Будет очень красиво. И не только фонтан, но к нему еще увидите на фотографии, какие элементы здесь. Шары, снежные комки они называют, светящиеся. Пирамидочки красивые. Все очень будет красиво, я надеюсь». На финишную прямую выходит подготовка к Новому году и на площади Куйбышева. Там осталось основательно осветить резиденцию Деда Мороза. Впрочем, масштабная иллюминация развернется и на противоположном краю города. У стадиона «Самара-арена» откроется зимняя олимпийская деревня. В развлекательной зоне появится трехкилометровая трасса для конькобежцев, несколько катков, горки, тир и футбольные аттракционы. А также терем «Снегурочки» и арт-галерей снеговиков. Открытие состоится 28 декабря. Кирилл Козин, Новости губернии. Далее блок полезной информации в рубрике «Деловой акцент». А у меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте губерниатв.ру. В этом году в престижном состязании участвовало 25 наименований продукции от 13 самарских производителей. Прежде всего, это предприятие нефтеперерабатывающего сектора компании «Роснефть». Звание дипломантов конкурса удостойны бензин АИ-95 и летнее дизельное топливо Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Высокое качество продукции предприятия гарантирует многоуровневая система контроля на всех этапах производственного цикла. От входного мониторинга сырья до оценки соответствия нефтепродуктов стандартам и техническим условиям. Качество нужно и можно управлять, не допуская опущенную возможную выгоду для компании. На нашем предприятии в рамках реализации программы цифровизации был применен инновационный подход по контролю качества. Разработаны были чек-листы, отражающие фактическую работу технологических объектов. В них мы указали отборы, качество. И в данный процесс были включены все заводчане, начиная от технологического персонала установок и заканчивая генеральным директором. Среди номинантов престижного конкурса и зимнее дизельное топливо Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Завод принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров» с 2011 года. За это время практически вся наша основная продукция оказалась в числе победителей этого конкурса. За это время мы разработали новую продукцию, которая имеет повышенные экономические показатели. То есть при том же качестве она нам обходится дешевле, приносит заводу дополнительную прибыль. Право на бренд «100 лучших товаров России» получили гидравлические, редукторные, трансмиссионные масла и присадки «Детерсол-300» Новокуйбышевского завода масел и присадок. Лаборатория наша завода масел и присадок в круглосуточном режиме ведет контроль качества товарной продукции. На постоянной основе ведем работу по постановке новых видов продуктов. На сегодняшний день ассортимент насчитывает более 150 наименований. Ежесуточно в лаборатории проводится порядка 2000 испытаний по показателям качества. Ну и для нашего предприятия, конечно, качество, независимо от того масла это в канистре или присадка в вагон-цисцерне, соответственно, качество для нас является одним из главных приоритетов. В шестой раз признана победителем во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» продукция Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, одного из крупнейших предприятий среди заводов Самарской группы Публичного акционерного общества «Роснефть». Сейчас здесь выпускаются моторные топлива для всех видов транспорта – автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод является основным производителем и поставщиком топлива для реактивных двигателей высшего сорта. Предприятие уже в шестой раз подтвердило высокое качество выпускаемой продукции, гарантированное действующей системой менеджмента качества и многоступенчатым контролем на всех этапах производства. Кроме того, знаком «Отличник качества» был отмечен заместитель главного инженера по товарному производству завода Михаил Кирюшкин. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод занимает ключевую позицию в компании «Роснефть». На заводе идет переработка нефти с выпуском более 30 видов продуктов переработки нефти. Основные виды, большая часть переработки составляет дизельное топливо, а часть стандарта Евро-5. Также завод выпускает реактивное топливо, которое адресуется в сторону гражданской авиации. Перед победителями конкурса открываются широкие перспективы. Сегодня товары, производимые этими предприятиями, соответствуют всем стандартам европейского и мирового качества. И поэтому они сегодня номинированы, и поэтому они сегодня победили. Мы гордимся этим, поскольку далеко не вся продукция может войти в такие, стать победителем такого конкурса. Победители федерального проекта могут претендовать и на бренд «Самарский продукт». Сегодня в его реестре числятся 75 предприятий и более полутора тысяч наименований. Процедура получения права на бренд для финалистов федерального проекта значительно упрощена. Стоит отметить, что региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» проводится при поддержке областного правительства с 1998 года. За это время многие самарские производители с его помощью успели заявить о себе на общероссийском и даже мировом рынках. В этом году состязание проводится уже 22-й раз. Редактор субтитров А.Семкин